Друзья, приветствую всех снова на своем канале. Огромное спасибо, что продолжаете смотреть мои видеоролики дальше. И в этом видео я бы хотел поговорить про цель моего канала и почему я пропагандирую половое воздержание и для чего оно нужно. В первую очередь на своем канале я рассказываю про воздержание от анонизма, от порнографии, мастурбации, потому что это ломает нашего внутреннего мужчину. Это бесплатный кайф, который ты можешь получить в любую минуту, получив различных самок. А что касается воздержания от секса, к этому мы перейдем чуточку позже. Именно просмотр порно-сайтов с этими девушками, различные твои фантазии, возможно, могут реализовываться на этих видеороликах. Твой мозг, к сожалению, не различает разницы между этими самыми видеороликами, картинками от реальной девушки. И возникают проблемы. В чем возникают проблемы в твоей социальной составляющей? Потому что подсознательно у тебя меняется картина про противоположный пол. Ты думаешь, что все девушки такие же, которые на сайтах, потому что там куча разных жанров. И создатели порно-сайтов знают твои фетиши. И, грубо говоря, когда ты их гуглишь, у тебя контент на любой выбор. Ты передернул пару минут, и потом не понимаешь, почему ты внутренний потом нестабилен, опустошен, почему ты чувствуешь себя плохо, чувство вины. И бывает бессознательная связь этой самой порнографии. То есть люди, которые уже видели разницу между воздержанием, то есть качеством жизни, когда ты себя ограничиваешь. Твои дофаминовые рецепторы, они чистые. У тебя куча мотиваций. Ты хочешь покорять новые вершины. Просто потому, что не кормишь себя этим наркотиком, ты более сдержанный внутри, в тебе мужество проявляется. Когда ты смотришь, я уже говорил, что ты разрушаешь себя. Это нереально. То, что там нарисовано, это иллюзия. Низковибрационные картинки. Подмена понятий. И человек это смотрит, у него меняется в принципе представление о противоположном поле. Он уже смотрит на самку, как на кусок мяса. Он не смотрит на личность. Он не ищет тему, чтобы поговорить. Он будет про нее фантазировать. Это лечится. Наш мозг, он пластичен. То есть благодаря нашим мыслям, вот ты сейчас меня смотришь, ты потребляешь информационный контент. Грубо говоря, здесь нет ничего, чего двигается. Я даже микрофон не подключил. Я просто с тобой говорю. Ты меня слушаешь, ты впитываешь мои убеждения про то, что потреблять незаработано, незаслуженно такое огромное количество дофамина. Да, во время просмотра, возможно, тебе будет приятно. Ты возбужден, ты щекочешь вот эти самые свои нейроны. Но у всего есть свои последствия. Эта система придуманная уже, ну, когда мы были созданы, вот наш мозг, он так устроен. Чем больше мы потребляем кайфа, тем меньше у нас чувствительность каким-то действием вовне. Грубо говоря, просыпаться утром, следить за своей чистотой, следить за своей мотивацией, что-то создавать. Зачем, если ты уже получил в 10 раз больше кайфа просто одним движением своей руки и просмотром сайтов, вместо того, чтобы поднимать свою попу с кровати, заниматься спортом, саморазвитием и что-то, в принципе, делать, быть для чего-то угодным. Я слышал сегодня правильные мысли, что если ты именно ничего не делаешь, ты ленивый человек, то Бог тебя не любит. То есть ты ему неприятен в этот момент, потому что ты как потребитель. Ты только берешь, берешь и берешь, а взамен от тебя никакой пользы нет. То есть ты, если бы создавал что-то в своей жизни и был полезным человеком, делающим свое предназначение, то в этот момент и удача, и отсутствие похоти, все было бы как бонус. То есть тебе было бы приятнее существовать, ты бы находился в гармонии с самим собой, ты бы любил себя, ты бы любил свое любимое дело, и ничего бы тебя не отвлекало. А что касаемо секса, то есть если вы сейчас спросите с противоположным полом, вот как мне быть, это же тоже вредно. Если это какая-нибудь лярва, путана, и у тебя только низковибрационные мысли про ее тело, у меня даже с такой, простите меня, стояка не будет, потому что я знаю, что я заплатил просто за мясо. Мне не будет вызывать это приятных эмоций. Я хочу, чтобы девушке я нравился, которая напротив меня, что у меня есть с ней филинг. То есть я ее чувствую, мне нравится ее личность, и если я могу себе позволить, разумеется, не каждый день, а когда я хочу с ней обменяться, дать вот эту ей мужскую энергию в постели, то я это сделаю. Если нет, то не страшно, нет у тебя девушки, это не проблема, это не окончательная проблема, это означает, что ты внутренне еще не готов. Вот представь, что ты отец, у тебя есть дочка, доверил ли ты себя же, своей дочери, чтобы ты был ее парнем? Я думаю, что если у тебя возникают сомнения, это означает, что есть недоработки. Ты недостаточный либо самостоятельный в материальном плане, именно в плане заработка денег, ты не самостоятельный в плане, в принципе, собственной ответственности, и ты не готов, и ты ждешь подарка с неба, почему у меня нету девушки. У меня нету сейчас девушки, я вам открыто говорю, и у меня нету к ним какой-то личной неприязни, то есть я не ищу, да, современное воспитание сейчас делает все возможное, чтобы, в принципе, было тяжело находить противоположный пол. Я не предлагаю выходить на улицу с ними знакомиться, в принципе, это не нужно делать, это происходит естественным путем, когда ты готов изнутри. Если внутри тебя есть любовь, если у тебя есть твои цели, твои планы, работа, это приложится все остальное, это не должно быть твоей основной мотивацией. Твоя основная мотивация – это улучшать свою личность, прокачивать себя, становиться лучше с каждым днем, инвестировать. А когда девушка у тебя появится, она не должна быть энерговампиром, либо просто желанием твоим владеть ее телом, чтобы ты боялся ее утерять и трясся, был ревнивым. Это нездоровые отношения, и ты очень сильно покалечишь свою психику и возненавидишь весь противоположный пол, столкнувшись с таким опытом. Поэтому, чтобы этого не происходило, люби себя, появится та самая идеальная девушка, если ты будешь внутренне готов. Но это не должно быть твоей основной мотивацией. Я опять-таки говорю, улучшай себя, работай над собой, ограничивай быстрые потребления удовольствия. Те самые быстрые наркотики в виде порносайтов, когда ты их смотришь. Опять-таки я говорю, это нонсенс, потому что, когда мы мастурбируем по многу раз, ты один, ты сам знаешь, как себе доставить удовольствие, и как можно быстрее кончить, пересмотрев разного рода... У тебя же наверняка есть свои фетиши. Вот ты их кормишь, подпитываешь эти нейроны, и бам! Захотя воздерживаться, у тебя появляется ломка. У тебя появляется желание открыть, передернуть, посмотреть еще раз, и потом опять-таки воевать с самим собой. Это внутренняя борьба, то есть ты уже не хочешь быть анонизом, тебя не устраивает то, что ты смотришь эти порно-ролики, но при этом тебе тяжело воздерживаться из-за навязчивых мыслей, потому что твое бессознательное, которое привыкло потреблять этот контент, оно сильнее твоих убеждений. Здесь не мотивация, не дисциплина важна, или даже перенаправление энергии, потому что перенаправлять бесконечную энергию ты сойдешь с ума. Я же не смогу каждый день 100 килограмм на бицепс поднимать и пытаться перенаправлять эту сексуальную энергию. Меня должны блокировать мои убеждения. Мои убеждения должны блокировать мое желание потреблять этот быстрый кайф. Никто меня не видит именно вот за пределами этих видеороликов. Это мои убеждения, которые должны меня блокировать от просмотра тех самых сайтов, которые ломают психику. Если человек сам к этому не пришел, мне нет смысла ему это объяснять, потому что если ты пытаешься что-то навязать человеку, свои ценности, свои убеждения, либо открываешь ему какие-то истины, в этот момент человек думает, а зачем? Мне насильно пытаются лишить меня свободы, которая мне нравится. У него свои оправдания, пусть он этим занимается. Я не навязываю никому свою точку зрения, я делюсь со своими единомышленниками. Вот тебе, ты чувствуешь, что тебя это разрушает. Да, мотивация это круто, ты хочешь что-то создавать, в тебя дофамин включился, ты резко себя перенастроил, но это долго не держится. Та же самая дисциплина может у тебя вызвать отвращение. Отвращение к самому себе, потому что ты скажешь, что ну я сколько могу, вот ради ничего нету никакого результата. А когда у тебя есть убеждение, ты знаешь, что меня это разрушает, меня это выводит из строя. Мое ментальное состояние, мое физическое состояние, оно нестабильно. Но оно меняется, потому что я перебрал, я потребитель. И разумеется, в этот момент создавай эти убеждения. Просматривай информационный контент, если ты не можешь пока что сделать большее, чтобы поменять внутренние свои установки. И все тебе должно быть хорошо. Не идеально. Мы все совершаем ошибки, мы все грешим, мы все спотыкаемся в какие-то грабли, но потом мы работаем сами над собой. То есть ты осознаешь свои ошибки, это уже хорошо, ты об этом задумываешься, ты это анализируешь, ты пытаешься это исправить. И мне уже за тебя, ну, неприятно за тебя, что ты это осознаешь. Потому что есть люди, которые живут всю свою жизнь, не хотят брать на себя ответственность за все, что вокруг них происходит. Потому что внешняя реальность это отражение наших внутренних эмоций и чувств. И когда ты стабилизируешь, наберешь нормальное количество энергии, мотивации, правильных убеждений, в первую очередь убеждения, то тогда тебе открываются двери для новых твоих приключений. Я желаю тебе удачи. Я надеюсь, что эту информацию ты будешь использовать в правильном направлении, и ты понял, в принципе, что такое воздержание. Удачи тебе и до новых встреч.